За 15 часов в Сочи выпала месячная норма осадков. Пик паводка пришелся на ночные и утренние часы. Реки вышли из берегов. В озера превратились и дороги курорта. Подтопленными, как обычно, в такую погоду оказались трассы Адлера. В разных районах города вода без стука зашла в частные дома и подъезды многоквартирных домов. С утра созданные районными администрациями комиссии начали подворовые обходы для оценки ущерба. Это у нас Костелло, это у нас Авиационное, это у нас, опять же, на Кудепсе, там, Искра, да, зашла вода. Значит, это у нас в Дагомысе Армавирское зашла вода. Это у нас в, значит, Макапсе улицы, две маленькие, там, там, 10, нет, 18 домов, да, вот, и 20 домов в Аше. Значит, вода зашла и во дворы. Надо помочь это вычистить. Природа вчера поиспытывала нас серьезно. Сработали прошлую ночь на самом высоком уровне. Администрация города работает, она все держит под контролем, она никогда не подведет своих жителей. В хосте бурлящие потоки добрались до подоконников больницы номер 3. Эвакуировать пациентов не пришлось. На первом этаже медучреждения располагаются административные кабинеты. Подтопило лишь склад с продуктами. Восполнить запасы больницы мэр поручил управлению потребительского рынка. Надо будет посмотреть, какое количество нужно восстановить там овощей, фруктов, какие там, значит, крупы. Надо восстановить. Для больницы это просто кровоизносов. Вместе с ливнем на Сочи обрушился и ураганный ветер, из-за которого этой ночью не спали автовладельцы. Многие решили перестраховаться и привязали свои машины к деревьям. Хотя и сами растения этой ночью валило десятками. В объективы камер очевидцев попали и более масштабные разрушения. Основным стало повреждение автодорожного моста Джубга-Сочи. В районе Макапсы разрушен 20-метровый участок федеральной трассы. В итоге автомобильное сообщение на курорт со вчерашнего вечера прервано. К месту происшествия стянута техника. Однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Начнутся они, как только спадет вода. По расчетам специалистов, полноценное восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток. Как минимум два-двое суток мы останемся без сообщения и автомобильного, и железнодорожного. По всем отраслям здравоохранения, образования, там, где есть питание, в детских садах, Надо проверить все на эти два дня. Хватает? Если не хватает с Андреем Юрьевичем, Андрей Юрьевич, вы внимательнейшим образом занимаетесь тем, чтобы полностью контроль был за тем, чтобы в магазинах все было. Город обеспечен всем необходимым, отмечает Андрей Никончук. Впрок закупаться не стоит. Продуктовые магазины работают бесперебойно. То же касается и заправочных станций. На сегодняшний момент ведется мониторинг всех предприятий оптовой торговли и родничной сети. Хочу сразу сказать народжителям города Сочи, что не было никаких разговоров для паники. Запас, который позволит не вымывать ассортимент продукции, хватит не только на двое суток, но и больше. Мы имеем достаточно хороший запас продукции. Не добраться в Сочи сейчас и по железной дороге. Пути подтоплены, обрушена ожидая дорога в Лазаревском районе. Пассажиры эту ночь провели без стука колес. Поездам и электричкам пришлось совершить незапланированную многочасовую остановку. Людей на автобусах вывезли, а вот саму дорогу восстановят не раньше, чем через три дня. Что касается жизнедеятельности самого курорта, то сейчас она восстанавливается. Идет ремонт на водоводах и газопроводе. Отрезанными от газоснабжения оказались 320 домов в поселке Волковка. Повреждены и 20 трансформаторных подстанций. Количество сил, средств и бригад более чем достаточно. Я думаю, до конца сегодняшних суток мы всех перезапитаем. Из-за отсутствия электричества сегодня в Сочи не открылись и несколько школ. Отменены занятия и прием детей в семи образовательных организациях. Это Адлер и Лазаревка, естественно. Там, где либо подходов нет к школе или детскому саду, либо нет ни света, ни воды. Ни одно образовательное учреждение не подтоплено, то есть не зашла вода. Оперативный штаб, отметил Пахомов, сработал на высшем уровне. Благодаря слаженной работе удалось избежать жертв. Ликвидация же последствий стихий еще не завершена. К слову, за каждым членом комиссии по ЧС закреплена улица курорта. Ситуация под контролем, подчеркивают власти. Меньше всего от непогоды пострадал центральный район курорта. Здесь случаев подтопления не отмечено. Всего один факт – отключение электричества. Поваленные деревья к раннему утру были распилены и вывезены. Уровень воды в реке Сочи остается ниже критических отметок. Сегодня ночью ожидается временное улучшение погоды. Ну а завтра в пятницу опять дождь, но менее интенсивный. И тем не менее в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение с грозами дождем, ветром и паводками. По прогнозу Сочинского гидрометеоцентра стихия отступит 27 октября. Инга Габешия, Владимир Киселев, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Продолжение следует... Продолжение следует...